Здравствуйте. Виталий меня зовут, я вам звоню с компанией 3D, оставляли заявку ранее по поводу торговли на финансовом рынке. Верно? Верно. Общались с нашими менеджерами, правильно? Правильно. Так а что ж вас остановило, чего вы не приступили? Ой, какой сразу наизжительный такой телефонный звонок. Мне нравятся такие. А ну-ка, ну-ка, поподробнее. А что вы с меня требуете? А кто от вас что требует? А что такое вообще этот вопросительный, утвердительный тон? Ну это ты лох называется. Я лох. Ну ладно, но если я не приступила... Я думал, вы знаете, что это как бы элементарная вещь. Я знаю, а вы по ходу не знаете. Если вы уточняете, мне не сложно вам ответить. Понимаете, напомнить, вдруг вы подзабыли возраст все-таки. Но не важно. Суть в другом. Смотрите, вы приходите в магазин, а магазин закрывается. Вас спрашивают женщина, а зачем вы к нам пришли, если магазин закрывается? Вот я спрашиваю вопрос, зачем вы пришли. А что ты нахрен, сучка вообще? А ты что не видишь, магазин закрывается? Вы что, неудовлетворенная жизни или что так выражаетесь? Нет. Я говорю, обычно так женщина из магазина, которая закрывается. Обычно она так говорит, ну если я не удовлетворюсь. Знаете, как я удовлетворяюсь ежедневно. Ну это прекрасно. А у вас так? А у вас так? А у вас так? Значит мы нашли друг друга. Вы независимы, а я таких люблю. Да. А, Екатерина. Вот, Екатерина. Поэтому, смотрите, я вам звоню с конкретной целью. Так с целью какой? Мне напомнить, почему я отказалась или что мне не понадобилось? Нет, смотрите. Да. Что продавщица думает обо мне, которая вот я пришла на последних минутах перед закрытием магазина. Понимаете, вы вообще нелогично. Слушай, тут вопрос в том, по каким магазинам вы ходите. Где такие продавщицы вводятся? Как бы у нас таких увольняют. У вас это где? А вы откуда, кстати, звоните? В компании трейдера. Ну это понятно. А территориальную это где? В данный момент в Будапеште. О, это где? В Польше где-то, да? Насколько я помню, с утра это еще было столицей Венгрии, и мой за полдня поменяло что-то. Ну, видите, политическая ситуация, а может быть, не знание моей географии. Знаете, как хотите. Да все, опустим этот момент. Да. Что вы хотели спросить у меня? Да, я предложить хотел. Я же сказал, я отдельным предложением. Мне не совсем понятно, как женщина с вашей хваткой отказывается от заработка, раз вы прошли регистрацию. От заработка? Никогда. Никогда. Знаете, я так хватанусь всеми своими 24-мя губами, и как буду ухватываться, никогда не отпущу. Ну, как собака на сене. Прекрасно. Вам боярски нравится? А это кто? Ну, главную роль играл в собаке на сене. В мультике, что ли? В кинофильме. Я кинофильме не смотрела. Ну, бывает. Ну, что не в этом. Мультики, да. Отлично. А что любите? Мультики. Какие? Ну, всякие тут вот это вот девочка там и плачет, что бабушка не хочет взять ее на руки. И там вот это про колобка, тут такая песенка. Я колобок, я колобок, румяный бог, румяный бог, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ну, знаете, это? Прекрасно. Вот голос замечательно. Звучит хорошо. Я все время говорила, что... Вам на эстраду нужно. Ну, в караоке, да, хотя бы. Ну, караоке – это любителя, вам надо повыше. Серьезно? Может, сразу на оперу? Ну, конечно. Может, сразу на оперу, что-то, буду мелочить эстрада. Ну, тогда давайте еще и потанцуем в балете, господи. Что нам? Правильно, Екатерина? А вы танцору, вам яйца не мешают, да? Вы этот, который там, это, знаете, как, ну, извините, там, это все-таки по... Плохому танцору яйца мешают? Плохому танцору мешает желание. А вы хороший танцор? Быть смелым. Нет, я смелый. Поэтому мне плевать, что думают другие. Вот и все. Ой, мы точно нашли друг друга. Слушайте, мне так интересно. Да, давайте. Да, что вы хотите предложить мне? Так что я... Ваша хватка? Вы ее ослабили или вы не поняли суть того, чем здесь занимается? Зачем мне ее ослаблять? Ну, вот я спрашиваю, потому что регистрацию вы прошли ранее, да? За это время вы бы увидели определенный результат. В каких объемах уже это, как бы, дело индивидуальное. Но я вижу регистрацию не более того. Клиентом компании вы еще не стали. Что случилось? Ну, не знаю. Наверное, ваши коллеги меня не убедили. А что вас должно убедить? Я не знаю, когда это было. Вы знаете, сколько событий ежедневно происходит. Вот посмотрите телевизор, там новости, там миллион событий. Ну, что там это? Угонишь что за всеми? Что мне все это запоминать? Ну, прекрасно. То, что по всему миру происходит, так на этом можно заработать. Понимаете? Нужно только пользоваться ситуацией. В каком смысле? В нужный момент открыть сделку. Да? То есть, я не знаю, на что открыть сделку. Ну, если бы кто-то знал нужный момент, тогда бы все эти букмекерские конторы не существовали. Понимаете? А при чем здесь букмекерские конторы? Ну, я не знаю, если бы кто-то знал нужный момент, там, этот, нужный коэффициент, если дела. То при чем здесь одно к другому? Я вам не звоню в букмекерке. Я с вами не говорю о спортивных событиях или каких-то других. Ну, какая разница? Спортивные, политические, они такие же непредсказуемые? Ну, конечно, непредсказуемые. Понимаете? Если уходят акции, если уходят компании, к примеру, вот последнее, что мы возьмем. Давайте возьмем капитан Морган, да? Джи Ром. Слышали о таком? Обожаю его. Ну, а вот видите, по Китаю, Российскую Федерацию. Оказывается, владелец капитан Моргана целый холдер, целых пять брендов сочетания. То есть представлен прекрасно на рынке. Каких? Зайти чуть-чуть. А? Каких еще брендов? Я сейчас на языке, ну, не знаю, что такое бренд? Я знаю, но какие, какие именно вы сейчас говорите? Мне сейчас, я говорю сейчас конкретно, а капитан Морган? Вы же обожаете ее, насколько вы мне сказали. Да не его, его. И его. Чего? Ничего, и не ее, а его. Ну, вы обожаете его, Ром. Ну, вы сказали, обожаете ее. Я говорю, не ее, а его. А вы говорите, чего? Замечательно. Вы чисто, а вы его разбавляете или чисто пьете? Колой я разбавляю. С колой. Вот и колой, и Рома ушли с российского рынка. Понимаете? Как вы считаете? У меня они есть. У меня они на рынке есть. Суд в чем? Суд в чем? В чем? Да? Как вы думаете, на этом решении акции компании выросли? Той же колы? Да. Ну, если бы я была каким-то букмекером, то я могла бы угадать, а так он его знает. Я не знаю. Вы не букмекер. Я не звоню в букмекер. Это ответ вам на ваш вопрос. Можно предугадать что-то или нельзя. Понимаете? Не понимаю. Сейчас в нашем мире самое важное – это репутация. Если кто-то сделал паршивый поступок, раз можно простить, на второй раз с этой компанией, с этим человеком никто не будет иметь дело. Ни один инвестор не будет инвестировать в то, что это убыточно. Это факт. Осталось только показать инвестору, кто этим занимает. Неправда. Неправда. Есть вот это черный пиар. Черный пиар – это факт, что это пиар и приносит деньги. Нет, вы что-то не так говорите. Вот вы в другом мире живете. Прекрасно. Нет, я в европейском демократическом, а вы в каком. Если вы с мира Российской Федерации, то это прошлый век, от которого все абстрагируются. Вот и все. Подождите, подождите. А вы куда звоните? Вам, Екатерина. Нидерланды, насколько у меня указано. А-а-а. А то вы как-то так говорите. Если я в Российской Федерации. Нидерланды – это… Нет, так это подождите. Вы мне говорите одно, я вам утверждаю, а не доказываю. Я на факты убираю. Понимаете? И если имидж. Подождите. Все же Нидерланды – оплот демократии. Это одна из представителей стран Бенилюкса. Я вообще не хотела, к примеру, брать Украину в Евросоюз. Потому что принципы… Потому что репутация плохая. А вы мне говорите, вы живете в этой стране и не верите… Подождите. У Украины или у Нидерландов у кого репутация? У Украины… А Украина то при чем? Вы в Венгрии, я в Нидерландах. Украина тут… Я родом… Это пример вам всего лишь. Что такое репутация? Чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, да? У нас было решить вопрос кандидата вообще. Да Украина никогда не будет Евросоюзом. Успокойтесь. Ну это понятно, Екатерина. Суть не в том. Это суть в том, что репутация. Мы возвращаемся теперь к Коле. Кока-Коле. И к Пепси-Коле. Нет. Я говорю про черный пиар. Подождите. Так черный пиар. Не перебивайте. Я говорю. Я вас послушал, Екатерина. Вы слушайте меня. Если вы задаете вопрос, то наверное выходите. Какой же доминант я обожаю таких мужчин. Екатерина. Так вопрос в том, что на всем этом можно было бы заработать. Не нужно быть букшмекером. С вами будет работать персональный менеджер, который вам предоставит данную информацию. А вам нужно всего лишь в нужный момент зайти в его личный кабинет и окрыть сделку. На покупку или продажу. Получительная от этого прибыль. А если я капитана Моргана напьюсь и вот пьяная буду и не зайду, то что не заработаю? Мой менеджер ничего мне не поможет. А это вы с ним уже договариваетесь, как вы работаете? На каком основании? Ну, с всех таких нюансов видите. Уйду в запой и все это не обговоришь. Не успею. А если я не успею, то что? Что вы не успеете? Так вы ничего не потеряете. Ну и не заработаете. Ну как? Потеряю. Потерянное время. Упущенные деньги. Нет. Вы можете потерять только доверие, которое сложно вернуть. Это да. Но суть в том... Я же думаю, что вы не... Менеджер, я не знаю, как вы будете товарища с менеджером работать. Может и обидишься. Ну подскажите, а как мне нужно с ним тогда договориться, чтобы ну он не просил такие оплошности? Ну понимаете. А при чем ты свое... Ну личный менеджер. Вы делаете свое... Вы делаете свое дело, как вы работаете. Вот и все. Вы клиент. Клиенту можно все? Вы все? Вы все? Вы такие правильные такие? Клиент всегда прав? Клиент всегда прав? А вы одежду покупаете? Или вы в ресторане? Ну тогда я вас не понимаю. Что-то вы с какими-то договорами говорите. Ну вы распоряжаетесь своими деньгами, как хотите. Вам дают... Он сидит, ждет бедненький моего звонка. Он не бедненький. Он ничего от вас не ждет. У него... Капитана Моргана и все. Напилась, а я пьяно лежу под кроватью. Это ваше дело. Господи. Понимаете? Менеджеру есть чем заняться. При этом не заработали ни вы, ни менеджер. Все. Менеджер заработал, но с другими людьми. Да, но он обиделся, что он сидит, ждет, а он не заработал. А чего он обиделся? Чего он обиделся? Это уже зависит от менеджера. Он не должен обиделся. Слушайте, если он не заработал вместе с вами, это не значит, что он не может заработать с кем-то другим. Вы не одна клиентка. Вопрос в другом. Вы прошли регистрацию для чего? Заработать? Так давайте заработаем, а не делать вид, что вам это интересно. Нет. Такое интересное. Вы сами просили. Я да. И сами сделали вид за меня. Да. Я сначала с вами поговорил 13 минут, 13 секунд для того, чтобы сделать это вывод. Хорошо. Неперспективный. Неперспективный. Вообще неподходящий для вас. А кто вам такое сказал? Ну вот вы как-то так вот меня... Я обычно как клиента не разговариваю не более трех минут. С вами разговаривают 13. Если бы я считал вас неперспективно, я бы столько времени с вами разговаривал? Нет. Нет. Видимо я считаю вас все таки перспективно. Екатерина. Правильно? Ну правильно. Все вы верно говорите. Так вот именно. Послушайте меня. Да. Как работать вы определяете сами. Вам могут только советовать что-то. И то даже бы я не назвал это советами, а рекомендацией. По поводу которой вы в дальнейшем принимаете. Подходит это вам или нет. Ну к примеру. Вы поработали, да, неделю. Посмотрели что к чему. Вы увидите, что ни к селу, ни к городу. Господи. Оно вам надо? Нет. Забрали свои деньги и помахали рукой. Вас везде принялся с распостертыми объятиями в любой другой компании. Потому что вы идете с деньгами. Да какая угодно. Вы идете с деньгами. Понимаете? А не компания вам идет с деньгами. Вы несете деньги в компанию. А какие компании... Если кто-то этого не понимает, то это значит такая компания. Какие компании ко мне идут с деньгами? Это интересно. Так вот именно, Ник. Вы идете. Вы клиент. Вы инвестируете собственные средства. Вы на этом зарабатываете. При этом, если вы зарабатываете с полностью менеджера персонального. Менеджер получает свою катмиссию. Соответственно, получает тоже прибыль. От чего? Получает прибыль компании. Все очень просто. Если заработали... Вот поэтому я спросила. На полном серьезе. Я ухожу в запой. Капитан Моргана. Не знаю. Это мы случайно днем, вечером. Ужим. Да. Менеджер не заработал. Компания не заработала. И я тоже. Ну как, менеджер же обидится. Потому что наверняка у него есть процент от заработка моего. Правильно? А если я... Вы понимаете, что у каждого менеджера вы переживаете не за то. Это уже проблема компании. Клиент-клиенту рознь. Один уже клиент принести компанию, а вы не перебиваете. Компания обанкротится. Компания обанкротится, поэтому это проблема компании. Такие клиенты, как я, это проблема компании. Какие? Какие? Ну, такие рисковые, которые там... Ну, какие рисковые? Ну, какие рисковые? Вы работаете своими деньгами. Ваш депозитный счет, это ваш торговый счет, это счет в банке. Понимаете? С той разницей, что деньги ваши в обороте. Все. Если вы заработали, заработала компания. Вы ничего не заработали, компания ничего не потеряла. Вопрос... Компания только потеряла время со мной. Правильно? Совершенно верно. Вот. Понимаете? Вопрос в другом. Если компания торгует... Как это конкрет интересов решить тогда? Ну, как я могу... А в чем конкрет интересов? Ну, если я случайно... Ну, вот это... Ну, провинюсь перед вами. То, как потом мне ответить. Ну, чтобы вы меня простили? Слушайте, вы вот так говорите красиво. Я так хочу красиво ответить, не могу понять, как правильно. А, А, Тоненького. А, как я должен вас... За что я вас должен прощать? Если я не прощаю, значит я прощаюсь. А-а-а-а... Я редко с тем ссорюсь. Нет, я обижаюсь, я очень нервный, я седым, очень редко стал, потому что все проходит через меня, люди это не понимают. Суть не в этом. Сначала идет очень много эмоций в этих эмоциях, это перспектива всего того, что может быть. Выбирай вариант, не хочу, каждый один лучше другого, но есть одно но, я в основном отхожу. Да, то есть я много чего помню и быстро отхожу. Вот при такой эмоциональности, вот вы, я прям, прям молодежь. Ну это вот единственное, на что я научился делать, все с ним не в этом. А вы давно не работаете? Суть не в том, все не в том, Екатерина. А вы сами по себе такой человек? Ой, я человек, как вам сказать, эмоционально очень агрессивный. Ой, я тоже, обожаю таких, да, да. Вот. У меня аж чересчур, с ней я всегда могу делиться. Даже у меня ее воровать не надо, у меня что-то воруют, даже сразу часть агрессии. Я говорю, автоматом уходят туда же. Ну, вы не понимаете? Я бы и так видел. Слушайте, давно я не встречала таких людей. Вот вы такой, знаете, я такая интеллигентка, а вы такой бандюган. Вот, знаете, вот обычно такие люди сходятся. Сто процентов, знаете, но если мы пойдем на балет или воздух, то я... Вы там все разнесете, да, а я буду говорить там, это, успокойся, успокойся, красивый там мальчик в этих латинох, красивая у него мошонка. Прекрасный. Так вот. Что вы будете рассматривать на балете, это сугубо ваше личное тело, правильно? А вы, подождите, а вы что рассматриваете? Я балерия. Сальчики мне неинтересно, это вам, наверное, интереснее. Все, логично. Все, давайте одели, а то сейчас это вас, не дай бог, там услышат со стороны, да, что вы не одели, давайте. Балет, ну и потом. Господи, я не стеснялся, а то мы, наверное, с вами разговаривали сейчас немножко о другом. Мы с вами разговариваем о том, что как можно заработать вы, я, и чтобы было все замечательно. Правильно, Екатерина? Да, 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 да. Вот это имеет значение. То, что вы говорите, что вы, где-то, возможно, себе позволите рюмку капитану Моргана, а то и не одну, так это ваше личное право. Капитан Морган не пьется рюмками. Это выражение. А вы пьете его с колой. Поэтому имеете полное право расслабляться в этой жизни не то, что нужно. Это, знаете, даже психологи утверждают, что нужно вовремя отдохнуть. Перезагрузиться, перезапуститься. А вы как перезагружаетесь? Ой, я по-разному. Последнее время я... Ой, только не говорите, что спортом. А в идеале, да. Но просто сейчас руки не доходят. В идеале побегать с мячом или просто всего лишь побегать. Да кого руки не доходят? Вы боксер, что ли? Нет. Фигуральное выражение. Банальные кроссы, тот снимает стресс. Ну и еще есть разные другие физические способы. А кросс на какую дистанцию? На какую дистанцию? На разную. В данный момент, не знаю, даже давно этим не занимался. Ну нет такого-то. Ну нет. Ну, раньше тест-купера бегал, влаживался в нормативы, еще и даже не задыхал. На какую дистанцию? Тест-купера это 3 километра за 12 минут. Надо вложиться. Поэтому... Ну, это было когда-то, но было. В молодости. Да, да. А вам как по полет, кстати? 36. Ой, ой, такой голос у вас молодой. То есть, были бы вы девушкой, можно было бы вам сделать комплимент. Девушки бы это... Так, мужчинам тоже делают. Ну, уже в современном мире. Уже в современном мире, девушки что-то назад. Мужчины хотя бы выглядят взрослее, а вы выглядите моложе. Поэтому я не знаю, это комплимент или антикомплимент. Как вы воспринимаете, как ваша психика там это? Знаете, я за то, что... Вот это я. А, Коля, вы мне так же все. Это как бы... Кого-то это отталкивает, кого-то наоборот притягивает. И вопрос в другом. Если люди тянутся, то, наверное, что-то делаешь в жизни правильно. Девки тянутся? Девки тянутся? Молодые. Ну, само собой. Конечно. Естественно. Это я займусь. Простите, французский мой этот берет вверх надо мной. Хорошо. Так а вы в Нидерландах давно проживаете? Да, давно. Так, вы резидент или... Естественно. Вот, отлично. А чем занимаетесь в обычной жизни? Сейчас уже ничем. Что вы имеете в виду? Ну, кашу под корону, под эти изоляции, там все. Сижу дома спокойненько, получаю социальные деньги. Как-то ничего не делаю. Кайфую. А сколько это, если не секрет? Ну, по-разному, там, в зависимости, сколько от меня значится, там, ну, это, 230, 2700, то есть, значит, там. Это мы в Евро с вами. Ну, естественно. Не, ну, мы в Гульденах, откуда я знаю? Ну, что-то тут в Нидерландах, правильно. А когда в Гульдене? В Гульдене, когда тут будешь? Давно. Ну, а пошутить можно? Можно, разрешаю. Я даже посмеюсь по этому поводу. Я даже было показать, что я вроде бы что-то знаю, что в Голландии когда-то как-то или гульден, ну, понимаешь? Да, не, 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 конечно, а вы тут это четко знаниями своими тут козырнули. Вот именно. А вам хватает вот тех вот этих, так называемых, социальных выплат? Да зайдем, хватает, что они там платят, и там за моё жилье, и за медицинскую страховку, а это так, как говорится, минимальное проживание, поэтому нет, нет, кофешопы там посещаем, там, все, на все хватает. На капитана Моргана, на все хватает. Ну, а если на капитана Моргана хватает, ну, то хорошо. А супруг как относится к вашему образу жизни? Нет, нет, у меня уже супруга. Да, что, что, сын? Разошлись, а мы как в море корабли. Ну, бывает, ничего страшного. Вот и я думаю, да, ничего, значит, будет другое лучше, вот. Все верно, где-то за углом, возможно, прям. Ну, нахрен надо уже, все уже, надоели эти супруги. Неудобные они, неудобные они. Дело ваше, сами вы в этом разберетесь, в интимном вопросе. Хорошо, а сколько, если не секрет, вам уже, по паспорту? Давайте оставим это все инкогнитое. Прекрасно, все правильно. Вот видите, я сказал, честно, сколько мне, но тут же вопрос в том, что насколько я себя чувствую. Вот, 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 вы правы, вообще, вот ни одного мужчину такого не встречала, как вы. Вот, встретила бы я вас раньше, я бы за вас замуж вышла. Почему? Все может быть, кто его знает, да. Ну что, у меня есть такие высокие? Были. Встретил бы меня раньше. Вы уже женаты, да? Видите, вы же догадливая девушка. У меня ж не ошибся. Ну ладно, будем ждать, будем ждать, а то видите, как жизнь, она может поменяться, корабли могут поменять свое направление, это... Суть того, что у вас шансы есть во всем. Если вы мой телефон знаете. Да, у вас шансы есть во всем, понимаете? Есть некоторые вопросы, на которые просто вы не претендуете, и я не претендую вас. Все, а в остальном мы с вами нашли друг друга, понимаете, Екатерина? Вы вообще, вот, вы просто вот мужчина моей мечты. Отлично. Поэтому давайте мужчина вашей мечты подскажет, как разобраться во всей вот этой истории, которую мы с вами разговариваем, как пройти регистрацию, пополнить торговый счет. А, я думала про любовную историю, я же говорю, я только вот одинокая. Знаете, я когда-то практиковал с помощью вот этого кавалера, все дела, и выучил одну вещь, да, вроде бы по-моему, замечательно, не дай бог что-то не впустит, оказывается крайним, поэтому, если да, дама не просит, я не навязываюсь в этом плане с помощью. А если просит? Вот и все. Ну, я не знаю, я могу посоветовать, рекомендовать, может где-то наколдовать, кто его знает. Я не умею, колдовать или нет. Да, вы не умеете, но вдруг мои чары подействуют, у вас кавалер появится, кто его знает, всякое бывает, правильно? Ну, подождите, я прямо открыто намекаю на то, что вот я как бы не против претендовать на вашу кандидатуру, а вы мне кого-то, ну ладно, хорошо, да, вы еще женаты, и вам как бы простительно. Замечательно, Екатерина. Так что, попробуем приступить? Да. Отлично, вы в интернет обычно заходите, как, телефон, компьютер? Телефон. Алло. Алло. Как заходите обычно в интернет, телефон или компьютер? Телефон, телефон. По которому мы разговариваем с вами? Ну да. А вы когда со мной беседуете, вы можете пользоваться интернетом? А к чему такой вопрос? Ну, я бы вам отправил ссылку, прошли регистрацию, да, да, в итоге после того, как пополнил ваш торговый баланс, приступили к заработку. С вами его связался в ближайшее время специалист, персональный менеджер, с которым вы уже обсудили стратегию развития вашего торгового счета. А при чем тут и можем ли мы сейчас это все, и я разговаривала по телефону, и я не поняла. Ну, смотрите, для того, чтобы вам пройти регистрацию, вам нужно зайти на сайт компании, правильно? Да. Вот, я вам могу на ваш электронный адрес отправить сейчас ссылку, по которой вы перейдете, где я вам подскажу с регистрацией, где вам нужно будет подтвердить свою личность, то есть обычный процесс верификации, показать документы, да, предоставить документы, что вы проживаете на территории Голландии определенного количества времени. Вы являетесь резидентом, да, естественно, это же ваш торговый счет, это такой же счет, как в банке, а с той разницы, что... А, типа банкинг онлайн, правильно? Вы пользуетесь онлайн банкингом? Конечно. Ну, я это, я это открывала в настоящем банке, поэтому я не знаю, как это онлайн открывать. В настоящем банке это, вы имеете в виду, выходили в офис? Да, прикиньте, обычно так. Ну, знаете, есть банки, есть нео-банки, так само есть брокеры, есть нео-брокеры. Знаете, в чем разница? В том, что... Я кроме банков ничего не поняла, что вы мне сказали. Ну, это одно и то же, единственное, что нео-брокеры, как нео-банки, они работают виртуально, да, то есть вы оформляете в интернете. Нео, а не какой-то там инфо или там онлайн какой-то? Не я придумывал название, я просто знаю, как это правильно называется. А где могу такую, так, эту информацию проверить? Что такое нео? Нео, это что нео? Нео-брокеры, проверьте ли, нео-банк, вы можете вбить в гугл, почитать, вам сразу выяснится. То есть вы работаете виртуально, вы проходите регистрацию, вы живете в 21 веке, в мире, да, современных технологий. Правильно, Екатерина? А вы нет? Аналогично, как и я. Все правильно. Поэтому сейчас, ну, вы пользуетесь, к примеру, я не знаю, в интернете, заказываете себе парфюм, одежду, не знаю, сэндвичи доставку, Екатерина? Парфюмы нет, потому что парфюмы, я очень люблю запахи, и я предпочитаю их лично выбирать, поэтому не по интернету. Сэндвичи, ну, это смешно по интернету заказывать. Да, я для слова сказал. Одежду тоже нет, потому что, ну, вы знаете, там есть разные размеры, поэтому я предпочитаю мерить. Мерить, а у вас какой размер? Третья-пять-мой? О, такой довольно-таки, это, маленькая. Ну, не знаю, в зависимости, какой вы большой. В зависимости, что-то такое для вас большое. А сколько у вас килограмм, и какой у вас рост? Метр семьдесят восемь. Последний раз становился на весы, было восемьдесят килограмм. А вы че, он реально мужчина мечты. Вот вам повезло, вернее, вашей жене повезло. Вот. Какого хреста захомутала, за имела, закрутила, завертела. А она того достойно. А кто кого? Это вы ее захомутали или она вас? Она так сложила, знаете. Ну, как сложила, вы ее или она вас? Обоюдная. Не, может быть так. Ну, все равно у кого-то. Ну, бывает, 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 поверьте мне, вы главное, верьте, и тоже все будет. А шут в че? Да. Екатерина. Да. Поэтому я ей спросил, когда вы разговариваете по телефону, вы можете зайти в личный кабинет, к тебе на почту проверить? То есть, одел наушники или же гарнитура у вас, или на громкую связь поставить? Ну, я и так и так на громкую связи разговариваю. Я слышу как-то. Очень бодро вы. Хорошо, такой мой. Очень бодро, в смысле, громкосящий бодро, что вы имеете в виду. Я имел в виду одно, сказал другое, а вы меня поняли. Как вы юморной. Это самое главное. Что вы говорите? Юморной, говорю вы, точно такой. Боже, но это не без этого, а что делать, правильно? Да, правильно, все правильно. Хорошо, я тогда отправляю вам ссылку, вы мне скажите, вы считаете картой от какого банка, как называется ваш банк? Йенгэ. Это местный банк, правильно я понимаю? Вы даже в Венгрии? Замечаю, карта у вас виза или мастер-карт, я имею в виду международный образец, правильно? Или карта локальная? Я не понимаю. Вы столько много вопросов задаете, я не понимаю. А, хорошо. Вот мы остановились на том, вы делали хоть какую-либо покупку в интернете с помощью вашей карты. А вы думаете, что Голландия покупки не делает через интернет? Они все там идут на почту, выписывают, там все такое. Как вы себе представляете? В смысле, то есть вы картой не рассчитывали с банковской? Да миллион раз, в смысле, не рассчитывали. Вот, отлично. А как вы себе представляете, что в Голландии расплачиваются наличкой все время или как? Да пока, как вам удобнее, это же дело тоже такое, тонкое. Тонкое дело? Ну, я ж не знаю, как вам больше нравится, а иметь дело с наличными или же... Нет, вы спросите, это я карта и что-нибудь когда-нибудь покупала. Я имею в виду в интернете. Ой, какой вы непостоянный. Да, Жек, все правильно сказали, я задал этот вопрос, что я непостоянный. Ну, все, давайте забудем, забудем, как страшный цен. Кого? Меня? Как страшно, что добавили? Да эти карты вообще с этими платежными системами. Да какая разница, покупала я в интернете или нет? А, хорошо, зайдите на почту сейчас. Зачем? 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 Будем вас зарегистрировать. Куда? Что? Куда? На сайте нашей компании. Вы же хотите стать клиенткой нашей компании? Компании, в которой я работаю в данный момент. А вы там много получаете? Сто разного. А я сколько буду получать? От вас зависит. У нас есть разные типы счетов, да, то есть, можно начать торговлю из 200 евро, можно из 500, с 1000. Это уже решение за вами. Чем больше сумма у вас на счету, тем больше сделок вы можете открыть. Больше сделок, соответственно, больше заработок. Хорошо. Поэтому, как бы, вы определяете, вы с какой суммой хотите? Ну, с 5000,000,000,000,000. Прекрасно. Так, заходите на сайт, к себе, на почту. Заходите. Посмотрите, письмо получили от меня? А как вас зовут тут, на Ямайде? Виталий. Да. Виталий.б, собака, тридера. Посмотрите в папку спам. Тут мне пишет, здесь пока ничего нет спами. Ничего нет, ну, хорошо. Ну, иногда такое может быть, что, как бы, может несколько минут идти, и это... Ну, я уже такое замечала. А чем это может быть связано? С интернетом, не знаю, там, что. С передачей, с гуглим, я, я что знаю, я не профессионал. У вас профессионал есть, у тебя с профессионалами. Совершенно верно. Ну, это что, пришло, пришло, не пришло, не пришло, как бы, я конститурую факт. Правильно, поэтому обновите свою почту и проверьте все папки. Посмотрите в слова входящих, если нет, посмотрите в спаме. А вы думаете, я не умею обновлять, и если я жду письмо, то я не обновлю, и не пересмотрю, я... Ну, нет, у меня последнее письмо, у меня 24 июня вошло. О чем, слушайте, давайте я сейчас прошу вас. Екатерина, о чем все постоянно думаете, что я пытаюсь вас обидеть? Я? Ну, я же слышу, как вы слышите. Разве, если обновляю, разве я не могу? Ну, я никоим образом не хочу вас не то, что обидеть, я тем более не ошибаюсь. Я вообще об этом не думала, слушайте, ну, я понимаю, что у вас конец рабочего дня, вообще я об этом не думала вас обидеть. Знаете, какая я расслабленная. Отлично. Поэтому я вам вышлю сейчас еще один раз письмо. Угу. Ну, просто как бы, ну, факт остается фактом, и по поводу там этого принятия, ну, у меня такое было уже, поэтому я просто констатирую факт, никаких вообще к вам претензий нет. Ну, если письма не тут, то и нет. Ну, то и не это, согласен с вами. Ну, что искать это? Терную кошку в темной комнате. Да, все равно, если ее... Нету. Понимаете, ну, что, да, какая разница, обида, не обида. Ну, нет ее там, и нет еще. Да я уже и понял. Хорошо, тогда сейчас попробуем. Так, отправил. Смотрите, Катерина. Нет. Есть письмо? Нет. Последний раз у меня 24-го июня у меня входящая. А, сейчас, подождите, подождите. Сейчас я эту спаму попробую, эту проверю. Нет, спам тоже 0. Прекрасно, вы когда у компьютера будете? Я думаю, что завтра, потому что сегодня у меня планы на выход с подростками. А, капитан Моргон? Да. Да, и, кстати говоря, так, я уже чуть-чуть тороплюсь, у меня максимум 15 минут еще в распоряжении. Вот поэтому, если у нас не получится, то я бы перепланировала наш разговор на другой день, потому что, ну, сами понимаете, капитан Моргон. Ну, понятно, да, под капитан Моргон надо же еще кто-то приукраситься. Да, да, да. В герехничке. Мало ли, вы вот заняты, знаете, как все, я уже разведенка. А личная жизнь должна продолжаться. Все, все правильно. Да, физиологию никто не отменял. Да, да, да. Хорошо, да, Кастерина, давайте поступим следующим образом. Завтра я вас наберу во сколько лучше, потому что я не знаю, до скольки вы с подругами сегодня собрались. Давайте так с 10 утра, потому что, ну, раньше я думаю, что я буду отсыпаться после сегодняшнего. Ну, сколько вы будете отсыпаться, это уже как бы дело ваше, правильно? Да. Хорошо, тогда давайте поступим, я перезвоню, и от этого уже будем отталкиваться. Хорошо, договорились. Все, давайте нам же подруга меня. Да, прошу прощения, вы меня извините очень глубоко, извиняюсь. Все, да, мне нужно там почупориться и убежать. Но с вами мне очень приятно общаться, поэтому звоните. Я обязательно с вами продолжу эту интеллектуальную беседу и как бы доведу это дело до конца. В конце концов, ну, зачем мы уже там, вот сколько тут уже, 40 минут мы общаемся с вами. Ну, естественно, должно быть какое-то логическое завершение, правильно? Ну, я тоже, как бы, это, тороплюсь, сижу тут топовыми ногами, а... В общем, да, если вы не против, очень вас прошу, давайте на завтра перенесем этот наш разговор чудный, замечательный. Чуть-чуть пораньше мне звоните, чем сегодня, а то мало ли еще там другие планы будут. Вот, на вечер у меня завтра. И, да, я постараюсь быть у компьютера и все сделать. Хорошо, тогда гуляйте, но не загуляйтесь. Ай, как мне хочется загуляться! Ха-ха-ха-ха-ха, конечно! Вы, походу, совсем такой, заработали, забыли еще такой загуливаться. А, ну, это шутка, но мне нравится, что она вам зашла. Хорошо, это ваше дело, чем в Валене. Да, да. Хорошо, я-то отлично, ко мне нравится. Хорошо, я-то дозавтра с вами снова. Вы мне очень нравится. до сих пор или это уже следующий заход если каждый раз капитан моргану да нет 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 они вкусно кормят вот я и хожу по а ну тогда можно время проводим на кормят гуляем живете наслаждает полной меры делать чем делать подумать мой что-то изменить жизнь а зачем зачем я только после разгона детей нет еще как его мужа нету обязательств нет еще мне париться зачем мне передумывать а вы мне напомнили знаете кого comedy club там есть один такой этот ролик жениться тебе брат надо 1 1 1 там холостяк ходит по моделям трахать все что двигается катается на яхтах кайфует а второй женатых несколькими детьми и вот второй говорит жениться тебе надо брат там памперсы какашки это так хорошо романтично зато жена все время рядом как бы писька рядом неважно что у нее еще там иногда голова болит вернее чаще всего джиниться тебе надо брат вот тоже самое вот вы несет женатый человек сватайте это бросить и вот пойти катерина вы конечно дома прикольно я не очень даже симпатичная с того что я услышал но давай я иногда привожу людей чувства знаете я вам немного другом говорил но сейчас скажу такую фразу то у кого что болит только там и говорит я вам не говорил о замужестве и вы сами об этом заговорили на видимо отправили на путь на какой тогда путь на куда но смотрите мы с вами разговаривали о том как вы живете это ваше право более того мне нравится ваш образ жизни отчасти да то есть свободно независимые так далее по вашим соц выплатам к видно вы там но чего бы мне тоже это говорит я имел ввиду чтобы урегулировать ваше финансовое положение то есть к тому что и чтобы прибавить то чем мы с вами разговаривали в прошлый раз а то что мы договорились с вами созвониться в тот момент когда вы будете у компьютера и как вы сказали все сделаете кстати я вам скажу вот так прям по секрету до сих пор мне ваш email не пришел я думаю или у вас вы куда-то не туда отправляете или у вас какие-то проблемы потому что мне имейлы приходят ежедневно а ваш именно мне не пришел секунду вот этот кантор . баурус собака gmail.com это ваш email баурус кантор . баурус собака gmail.com контакт . бюро не кантор . баурус замечательно то есть ваша как контора правильно поэтому это ваш все-таки e-mail не нет ни контора бура нет это не моя ну давайте по буквам продиктуйте мне первое второе слово и последнее потому что тот адрес который у меня указан я вам отправил письмо мне с вашей компании приходили имейлы у меня не кантор у меня контакт и не баурус а бюро прекрасно продиктуйте мне по буквам я пишу и отправлю вам сейчас я конечно понимаю что вы мужик серьезный и суровый но может быть вы скажете пожалуйста хотя бы раздувать и готовы мне это я не суровая я выигрываю такой вы не четкие четкие вы четкие я давно так еще четко танцевать не умею я давно таких эмоций не настоящих мужчин это у меня просто слушаю музыку хотя там хлопать я думала там балет балет у вас там это все это каком-то танцору яйца не помешали и станцевал мы с вами говорили по поводу того кто как танцует правильно хотя за аплодисменты не на концерте концерт идет какой-то я не знаю играет музыка я за этим не слежу мне главное чтоб на фоне какой-то создавался и все а чего настроение вы такой сегодня не энергичный я ну как вам сказать настроение для вас есть поэтому я пытаюсь вашу почту расшепровать вы воспроизводите мне по буквам ка капа о о о н николай т кимошка а аня и как м как с т опять кимошка точка б и урок я подождите после точки что б я так все я понял у не не у и и ульяна после буквы буква али с точкой которая и да и б это в и и и и и и и русская но не украинская же конечно английская значит буква ай потому что есть буква а есть буква у она пишется как русская не только все время говорили по-русски а тут вообще прям а и по-английски заговорили а что у вас проблема я могу и на французском или на английском войдите в положение а что у вас так сложная дни сувора и она мы можем своим разошлись я он не надоел не был бы у меня такой муж как вы такой вот суровый такой настоящий мужчина не на кого не было уже суровы не и такой какой бы а чё тетях хорошо вы мне скажите после вашей буквы б все таки какая буква как она выглядит как русская и да отлично дальше у ульяна роман о ольга прекрасно собака дима и шамбака дима ком но я надеюсь вам это все по буквам не надо вы листовая да ладно собаками разберемся вы эксперт по стукам и появим в первую очередь как вы мне нравитесь я бы хотела видеть вас в гневе вот честно вам говорю давно мне не было такого мужика такого настоящего сурового чтобы я прям потекла перед ним чтобы вот мужик сказал и я вот прям у меня ножки потрясли и давай делать как он сказал прекрасно если у вас такое желание есть она вполне воплотимая в жизнь надо меньше в гости ходить к подругам пойти в гости другому другое место вы сказали что вы такой агрессивный там немножко такой редкий, детский вот я на вас надеюсь ну подряжки я ну как вы должны понимать а как я должна провиниться чтобы вы мне вот прям по морде дали а зачем вы должны провиниться нет нет ну нарывай напрашивай 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 это больше слово подходит на самом-то деле поэтому проверьте свою почту сейчас я буду посмотреть ой у меня там это планшетка в рюкзаке а рюкзак сейчас мне придется там пойти к гостям незаметно и потом убежать обратно незаметно одну секундочку попа побудьте на телефоне жду спасибо вы меня простите ради бога тут вообще без капитана моргана рюмочки не обошлось иначе я бы не убежала а вы сказали что капитан морган шеф руки ну знаете чтобы быстро убежать чтобы вот меня не задержали пришлось нарушить свои принципы ну дело такое рода можете себе позволить я могу могу себе позволить ну что у меня богатый был как говорится я не с голой жопой осталось прекрасно да так а сколько вам я уже это не важно я уже молодая в поисках хотя как в свободном плавном поэтому от кого у меня должна быть должен быть этот это виталий б нет виталий нет контакт . бюро gmail.com нет хотя сейчас посмотрю спа у вас одна только почта да мне одной хватает и так и так и там кучу рекламы приходят там всякие там есть и там скидки то есть там нет память ничего нет так давайте сделаем вам новую почту господи ой зачем мне эти новые я потом забуду и как эти все там восходящие там эти не надо у меня память плохая на эти все коды пароли прекрасно а хорошо ну в почту вот поэтому я одну нет 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 у меня вот это ну в почте разберемся это не проблема хорошо так вы определились да с какой суммы приступать будете к заработку я сказала 5-7-10 там не важно не сними прекрасно такая карта с вами на которой нужна сумма карта ну а как вы планируете пополнить ваш того у меня мнение ничего не оплачивается шоу не надо шоу а как же вы оплачиваете свои счета что а что а а и ну 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 такая специальная платежная система тут карточки не 16 цифр тут карточки две буквы две цифры название короткая банка и еще десять цифр так что это карточка без поля замечательно вы наверное в Голландии вообще не работали да? я когда-то с голландцами работал и у меня с ними проблем не было вы поймите одну прекрасную вещь у меня она вот на этой прописи да стоит мне в принципе плевать на национальность отчасти не важно не важно кто что за человек а я знаю что в Голландии есть и одни и другие да и хорошие да вот тут вы правы тут вы правы понимаете только 16 цифр это кредитная карта а дебетовая она начинается с букв NL так что кредитная у меня нету мне не нужны кредитные деньги я прекрасно отхожусь начнем с того что есть карты на 16 есть карты на 12 цифр есть карты на 18 цифр кстати двенадцать я не знаю такого нету я вот видите поэтому я вам говорю если не знаете я тоже много чего не знаю это нормально это ваша работа вы должны знать я не прекрасно вы все верно говорите я могу вас переключить на финансовое отдел это их работа у меня работа не знаю потому что если у вас только одна это платежная система ну конечно я же говорю у меня дебетовая карточка она не 16 цифр тут у нас другая платежная система поэтому как бы если вы работаете по этой пожалуйста а если нет то ну какую банку у вас у вас карта виза мастер карта маэстро вот так маэстро должно быть 12 карт ну где где ну вот с этого и начинаю посчитайте сколько цифр на маэстро двенадцать двенадцать или восемнадцать вот я вам о ней говорю но еще лучше то есть платежная система таки международная карта с вами ну да ну вот хорошо в интернет зайти можете раз почтой проблем я вам продиктую на знание сайта зайдете я же думаю справитесь сложно ничего нет ну без базара конечно что я не смогу ее тебе как если вы любите начало воларивающие марная такая девочка вот мне тоже вот какого-то такого юморного музыка это вообще цены бы нам не было ну тут полумира бы разместны оу downstairs еще наебали м нагнули прекрасно поэтому еще пошли нет-нет-нет-нет если случайно попадется мне такой мужчина как вы как конечно а так нет нет я не спасибо я уже там ходила мне там не понравилось вот это как дело ваша лично вы были поактивнее такой недели разные каждый по-своему и в пятницу может как мне нравится вот это несоблюдение субординации не могу вы же не моя начальник субординации вот боже какой вы отборный быдло я извиняюсь нет как мне бы такого мужика как вы я бы никогда бы вас не бросила значит не бросите от я выживаю на это и дальше да поедем монако поехали в монако вы были кстати в монако? в монако? а что монако только в монако? вы там вообще были? в княжестве? нет но я знаю хорошо монако и территория монако 2,2 квадратных километра вы бы там были там еще в высоту еще 2,2 километра поэтому какие там перепады высоты настроение или чего там перепады? а вы знаете какие там там такие прикольные туннели знаете там очень много туннелей потому что там монако на горе оно поэтому как бы такое маленькое но оно очень высокое и вот в тоннелях знаете как в этих советских больницах вот так вот как типа там полтора метра там два метра знаете как типа и здесь все такое вот это или как это назвать там ну голубым таким вот этим голубым вот это ну стена нарисованы вот такие короче вот там тоннели белые и вот так вот типа по пояс вот такие вот так больницах ну Ну да, там такой вид, как будто ты находишься в больнице, а не в тоннеле. Стерильный такой вид, знаете. А еще вот такой прикол. Короче, заходишь в подъезд многоэтажного дома, заходишь на нулевом этаже. Ну, тут нету первого этажа, тут нулевой сначала, а потом первый, это второй. А проходишь, как бы, типа, на этот выход пожарный, а там еще 7 этажей под низом, представляете, вот такие вот многоэтажные дома на скале прям вот такие. С одной стороны нулевое, а с другой стороны и там 7 этажей еще в низу. Ну, прикольно. Замечательно. Хорошо, Катерина, путешествовать любите? Ну, конечно, игру, бабло есть, вообще почему бы нет. Ну, правильно. Да, выгодно замуж заскочила и все выгоднее оттуда выскочила. Ну, это надо уметь. Да, если бы не позволяю, можно... Вы еще сомневаетесь, ах, вы не знаете, как я люблюся. Ну, как вы любите? Если любите, это уже хорошо. Нет, нет, не люблю, а люблюсь. Прекрасно. Хорошо, а вы мне скажите такую вещь. Вы еще сейчас ноутбук взяли, правильно я понимаю? Да. Хорошо. Давайте это сделаем. Не ноутбук, а планшет, планшетку. Планшетку, а то же ноутбук я не могу наносить с собой. Вы мне еще обещали позвонить, и там я все ношу эту планшетку, и она поменьше будет. Отлично. Так вот, заходите в поисковик. Да. Вы зашли? Нет, конечно. Ох, какой вы шустрый. Резкий директ, я обожаю. А сколько вам лет? Что? Сколько вам лет за дочек? Я говорю. Какой? Вы же мне ответили, что вам 18 плюс. А мне столько? А сколько я себя чувствую? Сегодня 19, завтра 37. Ну и вот так вот живем. Я-то женщина, я-то баба, мне это нужно, а вы-то мужчина, вытащите. Ну где вы баба? Какая вы баба? На что вы на себя наговариваете в очередной раз? Что бы сказали бабушка? Я вообще ушел в садах. Какой мужчина. Знаете, и такая песня. Ах, какая женщина, какая женщина мне, какую. Вот то же самое, я могла бы пропустить права. Ах, какой мужчина, какой. Какуда заходить? Да, группа Фристайл поет эту песню. Вадим Казаченко, солист. Заходите. Что? Запишите. Тридерал. Так вы еще и умный такой. Да. Да, какой я умный. Чего вот так вот это не наговариваешься. Подождите, давайте по буквам, по буквам давайте тоже, чтобы я не ошиблась. Тимофей. Да. Это все английский, да, Роман. Роман. Потом Екатерина. Вы сказали Э, тридерал Эдик, наверное? Ну пусть будет Эдуард. А как его напишу на английском? Пишите буквы Е. Ну Е, это не Э. И Екатерина, это же не Эдуард. Вы пишите букву, а английская она выглядит как Е и как Э. Это же вы сейчас начинаете Е и Э путать местами. Она на клавиатуре находится, где буква У русская. Где буква У? У меня нет такой урусой клавиатуры. У вас только она, а она между W и буквой Р. Вы имеете в виду клавиатуру Квирки? Я не знаю, какая у меня такая стандартная. У меня Атертин. Клавиатура, где я эту Э. Хорошо. Какую Э по-английски оно как выглядит? Э по-английски оно как выглядит? Если это на то пошло. В английском обманке. Я английский плохо знаю, я не знаю. Поэтому она выглядит как русская буква Е. Она выглядит как русская буква Е. Е. Ну всё, понятно. Вы меня путаетесь. Да чего ж я вас путаю, Екатерина? Катя, Катя, Екатерина. Да. Именно так. Ну что, записали? Да, трэ. Потом Б, Диана. Диана. Потом ещё и ещё один Эдик. Эдик? Ну, Екатерина. Буква та же буква. Эдик мне больше нравится. Екатерина? Больше Эдик? Да, да. Хорошо. Как скажете? Мммм. Да. Давайте как-то подинамичнее. Что-то вы скучны эти. Вот из меня прям скучно уже получится. Хорошо. Буква Р Ростислав. Ростислав. Роман, Ростислав. О, Ольга. Оленька, да. Да. Точка. Точка. Да. Буква Си. Как Си. Си как доллар? Нет, то С. А это буква Си. Как русская С пишется. Ага. Поняла. Да. Буква О. Да. Тридера точка ко. Ещё? Да. Так что, не ко? Найки. Ко. Найки. Ко. Найки. Тут что-то всё на английском написано, и не пунктами. А что вы видите перед собой? Нет. Мон. 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 Да, всё правильно. То есть это ставить компанию. Вот можете его себе сохранить, добавить, придумать. Да, это в закладки положить, чтобы он у вас был. Вот здесь вы пройдёте регистрацию, да, и станете полноценным клиентом нашей компании. Где и будут проходить, в принципе, торги. У вас есть вверху логин. Правильно. Open. Он открыть фри аккаунт. То есть вы можете пройти регистрацию. Вверху сразу. Вот смотрите, как я. Вот вы увидите, let you money tomorrow for you. Правильно? Простите за мой анализ. Но какой вещь? То есть Тридеру в самом верху у вас написано. Трейдинг фродукт, платформ, компани, трейдинг фродукт. И дальше есть логин. Видите? Ну, если вы видите Тридеру, вы с телефона захотели с планшета? Планшета. Планшета. У вас должно быть три полоски. А, ну три полоски есть. Ну вот нажмите, и должен быть логин у вас. Логин, который есть. Прекрасно, да. Ну, и что мне нужно делать? Зарегистрироваться. А логин это зарегистрироваться? Логин это войти, но у вас там будет пункт, который отправит вас на регистрацию. Можно выбрать для себя. Так, что-то иная или пароль? Я не знаю, какой у меня пароль. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok